Уборка продолжается. В центре внимания сотрудников компании Уренгой Гор Автодор брошенная техника. В этом году бесхозным официально признан 41 автомобиль. Эти машины подлежат эвакуации. Как можно заработать на оставшем ненужном железном коне, расскажет Виктория Воронецкая. Когда вещь пришла в негодность, ее выбрасывают или же убирают в кладовку, на тот случай, если она еще пригодится. Некоторые науренгойцы воспринимают родной город как место для бессрочного хранения автомобилей. Этот представитель отечественного автопрома уже как год средством передвижения не является. Александра Мартынычева считает, что автохламу, которая находится во дворе ее дома, тут не место. Водитель данного автомобиля поступает неправильно. Так как автотранспорт давно не используется, ему можно было найти более достойное применение. Его можно было, я не знаю, продать на металлолом моментарно. Можно было найти ему какую-нибудь стоянку. Владельцам железных коней, брошенных на произвол судьбы, сотрудники департамента городского хозяйства отправляют заказные письма. В них убедительно просят убрать автомобиль. Впрочем, это только один способ найти нерадивого хозяина. Есть и другие. Если данный автомобиль находится без номерных знаков, мы, соответственно, посредством массовой информации, то есть через официальный сайт администрации города, либо же через газету «Правда Севера» мы публикуем информацию об этом автомобиле и также просим собственников убрать данный вид транспорта. К совести взывают и другими методами. На автомобиле размещают объявление. В нем говорится о том, что владелец должен перегнать транспорт. Причем сделать это следует в семидневный срок. Так было и с этим Крайслером. Но весточку от городских властей хозяин проигнорировал. Машина терпеливо ждала его несколько месяцев. И, судя по всему, их встреча уже вряд ли состоится. Брошенные автомобили можно без особого труда найти едва ли не в каждом дворе. К тому же автохлам доставляет массу неудобств горожанам и коммунальным службам. Автохлам мешает тем, что он мешает расчищать улицы от снега. Бывает иногда очень трудно пройти. Особенно молодым мамам с колясками. Брошенные машины мешают для очистки дворов. А так вот одна стоит здесь машина. Остальные все ездят. Честно вам говорю. Вот эта машина постоянно стоит. Или документов нет. Или чего нет. Хозяин вот здесь живет. Вот в этом подъезде. Я бы тоже спрашивал про эту машину. Я говорю, если не нужна там убрать ее или что. Вот товарища я спрашивал. Он говорит, нет. Он иногда выходит ее, почистит и все. Брошенные машины во дворах, они создают неудобства жильцам прежде всего. Безопасность. Дети могут пораниться, гуляя рядом с ними. Мешают очистке территории от снега. Опять же, занимают автоместа для нормальных автовладельцев, так скажем. Ну и желательно было бы найти более безлюдное место для хранения таких машин или утилизировать их в конце концов. Эти автомобили успели поработать на благо хозяев. Вместо того, чтобы везти технику на свалку, владельцы решили, что вправе оставить их ржаветь на городских улицах. А ведь бесхозному транспорту можно найти более достойное применение. К сожалению, автомобилей в городе таких все больше и больше. Почему-то собственники не желают заботиться о своем имуществе. Считают, что ее можно просто оставить и все. Хотя это тоже может быть дополнительным доходом. У нас есть организации, которые принимают цветной металл, которые принимают черный металл. И там вполне можно выручку, так сказать, еще получить за этот автомобиль. Ну, предварительно сняв его с учета в ГИБДД. Для того, чтобы сдать на металлолом автомобиль, у владельца должны быть на него документы. Это свидетельство о регистрации, либо же акт списания транспортного средства, который можно получить в ГИБДД. Легковой автомобиль, допустим, весит тонну 100, где-то тонну, да, там 900 килограмм. И отделив не металлические примеси, сиденья, обшивку, стекла, резину, в свой прав остается примерно 1 килограмм 600, допустим. Ну, ориентировочно. Где-то 600, где-то 700, в зависимости от самого транспортного средства. То в денежном эквиваленте это получается 3-3,5 тысячи рублей. Деньги, конечно, небольшие, но карман приятно тяжелят. Пойти можно и по другому пути. Уже на протяжении нескольких лет в России существует государственная программа утилизации автомобилей. Не имеет значения, отечественное это транспортное средство или иностранное. Главное, чтобы оно находилось в собственности владельца не менее полугода и было на ходу. Сдав его компанией, которая занимается утилизацией, можно получить существенный бонус при покупке нового автомобиля. Скидку можете получить на модельный ряд УАЗ, практически на все автомобили распространяется скидка. На такие автомобили, как УАЗ Патриот, УАЗ Хантер скидка в размере 90 тысяч рублей. На все коммерческие автомобили, то есть это УАЗ Пикап и старый модельный ряд автомобилей УАЗ, скидка равняется 120 тысяч рублей. Беспечность владельцев автомобилей ощутимо бьет по городской казне. В 2013 году было вывезено и утилизировано 52 единицы автотехники. Обошлось это в 318 тысяч 569 рублей. В прошлом году такое же число железных коней покинуло городские улицы. Только сумма выросла и составила 498 тысяч 908 рублей. За 11 месяцев этого года удалось избавиться от 11 автомобилей. Потрачено было 79 тысяч 403 рубля. Они служили верой и правдой. Кто-то 5 лет, а кто-то все 40. Но в один определенный момент хозяева тех железных коней решили, что они больше не нуждаются. Сейчас они находятся на 16-м карьере. Впрочем, у владельцев этих транспортных средств еще есть некоторое время, чтобы их забрать. Причем платить за стоянку не потребуется. В противном случае этим транспортным средством не позавидуешь. Они отправятся под пресс. Виктория Воронецкая, Артур Цивилюк, Служба новостей, Импульс.